Ох ты, блин, кабан там. Ребята, держу, не могу. Как же быть? Вот это рыбина. Я не могу с ним ничего сделать. Стоять, стоять, стоять. Пошел, пошел. Куда пошел? Вот это конь. Я не знаю, что с ним делать. Он пошел вообще. Ой, блин, куда он пошел? Бонжур, дамы и господа. Я рад вас приветствовать, лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев. Ну что, выбираемся на очередные рыболовные приключения. Я тут немножко загрузился. Капец. По самую крышу. Лодку, сапоги, удочки. Что здесь только нету. Ну посмотрим, планы поплавать, половить линя. Но у меня когда-то были такие планы. Выплыл и офигел. Так что фидер обязательно взял с собой. Все причиндалы к фидеру. Посмотрим, получится на лодке хорошо. Не получится на лодке, значит отлично поломим на фидер. По-любому что-нибудь интересное будет. Погнали. Итак, пятница, 3 часа дня. Место номер 1 забито так, что мама не горюй. 4 машины стоит. Вроде бы пятница, люди работают до 5, но в 3 уже стать негде. Едем на место номер 2. Еще будет чуть-чуть место номер 3, место номер 4. Посмотрим, может наша рыбалка таки не начнется. Капец. Да, 3 машины и тут стоит. Ну что ж, поехали дальше. Место номер 3. Свободно. Но это там, где я отловился на чеснок. Когда первый раз мне подсказали, что на него хорошо клюет. Я вот сюда приехал и шикарно отловился. Потом, когда поехал на линя, хотел еще раз сюда попасть. Но здесь сидел парень с ночевкой. Вечер отсидел, ночь и утро. Говорит, вообще фигня. Нихера, говорит, толково не клюет. Не знаю, соврал, не соврал. Ну, по крайней мере, сказал так. Очень было обидно начинать свой двухдневный рыболовный тур с ловли на фидер. Так как мысленно я уже плыл на баркасе и видел, как ищу огромных линей в камышах. Уже было намечено много точек. Мысленно я уже почти поймал его. Осталось только спустить баркас и сделать задуманное. Но бывает такое. Не все получается то, что запланировал. Ладно, два дня на рыбалку у меня. Первый день проведем, значит, на берегу. Половим на фидер. Ну, а завтра кровь из носа, но баркас на воду я обязан спустить. Вечерняя рыбалка особо трофеями не радовала. Попадались небольшие подлещики, густерка. Ожидал, конечно, я покрупнее рыбу. Ну что, вечереет у нас. Поймал я два этих подлещика. Потом две тоже густерочки. Знаю, правда, что у меня клев не ахти, как я посмотрю. Ну как, еще одна рыбешка к нам пожаловала. Как только стемнело, размер рыбки стал радовать. Но поклевки, конечно, приходило ждать около 40 минут. Ночка прошла спокойно. Пару рыбок поймали. И утро встречает нас вот таким вот дождиком. Ну что ж, посмотрим, будет ли рыба клевать. Погода, конечно, поменялась на все 360. Если было солнечно, стало пасмурно и дождливо. Ну что ж, 5 утра. Начинаем пытаться что-то поймать. Не знаю, выйдет, не выйдет. Будет ли клевать рыба в такую погоду. Поклевочка. Вот, подлещик. Раскармливаю точку. Потому что половили мы до 3 ночи. Потом решили с 3 до 5 поспать. И в 5 вышли. Рыбки на точке не было. Вот сейчас начинаю потиху опять кормить. И созывать рыбу на точку. А нет, это густера шикарная. Сейчас покажу рыбешку. Думал, подлещик пришел. Но нет. Смотрите, какая шикарная густерина. Надвигается к нам походу гроза. Не повезло нам, конечно, с погодой. Ночью начался дождь. С утра он продолжился. Но потом как-то то пасмурно, то вроде чуть-чуть поепталось солнце вылезти. Но обещали сегодня еще грозу. И вот оттуда что-то такое натягивает. Пасмурное. Капитально черное. Клев стих вообще на нет. Даже густера перестало брать. Походу сейчас бомбанет. Ну покажу, что нам удалось поймать. Но в основном всю рыбу споймал перед закатом. И немножко где-то до 12 ночи. Вот такой вот сегодня у нас улов. Крупняка не было. Ну, хоть что-то подергали. Вроде бы пару штучек нормальных есть. Но в связи с погодой Клев особо нам не удался. Тихо, спокойно, без приключений прошел первый мой рыболовный день. Впереди меня ждал еще один увлекательный денек. Погода была ужасной. И меня это, признаюсь, очень и очень радовало. Места, где я хотел спустить баркас на воду, я был 100% уверен освободятся. И я выплыву в поисках красивого, большого, зеленого оленя. Ну а теперь начинается вторая часть наших рыболовных приключений. Поплыли на лодке. Правда не знаю, как в такой дождь. Но я что-нибудь придумаю. Я всегда что-нибудь придумаю. Погнали. Приехали за вторым членом экспедиции рыболовное приключение. Юнга нашего баркаса Виталий где-то сейчас должен выйти. И поедем дальше. Погода явно не на лодке плавать. Там вообще космар, что творится. Ё-моё! Как же мне выплыть, линя половить? Время уже 18.56. Я уже подумаю, хоть бы вообще где-нибудь встать. Поесть, приготовить, да отдохнуть. Ну, будем искать. Рыболовные приключения. Все только начинается. Так, друзья. Еще одно место там, где знаки, где я второй раз тестировал чеснок. Тоже занято. Какой-то сидит рыбак, спрашивает с ночевкой, говорит, не знаю. Ну, да ладно. Приехали мы на еще одно место. Здесь я как-то пробовал по весне линя ловить. Здесь, по-моему, свободно. Ну, и, по-моему, можно спустить будет лодку чуть-чуть. Если дождя не будет. Мне же в такую погоду выплывать не стоит. Подождем. Пока перекусим, отдохнем. Потому что уже вторые сутки рыболовных приключений. Ну, а там будет видно. Переехали из того места, но там ветрище просто капитальный. Стоишь, как на горе. Задувает. С другой стороны, как поле получается. Прикрытия нету. И ветер прямо в лицо. Переехали мы на вот такое местечко. Я тут как-то рыбачил. Но не на этом месте. Я рыбачил вон там дальше. Гольф стоит. Парень ловит. Спросил я у него с ночевкой ли он. Говорит, не знаю. Ну, пусть ловит. Мы пока половим здесь. Приятели будут на флет ловить. Здесь небольшой такой вот проходик. Там будут забрасывать. Ну, а я пока похожу в роли оператора. Посмотрю. Если дождь закончится, тогда надую лодку. И прямо сюда выплыву. Здесь половлю в этих камышах. Я один раз поймал линя. Так что, если повезет, выплыву, попробую вечером. Ну, а если нет, тогда уже попробую утром половить. Выплыву. Главное, чтобы не было сильного дождя. Такое у нас местечко. 1,2,70. Фидер закинули. Флет поставили. Суббота. Народу тьма. Постоим пока так. Все надежды у меня пока на утром. Ну, прикольно. Так я еще не ловил, когда лодка. Фидеров полно. Поплавочных удочек. А половить нельзя. Сейчас вам покажу одну штукинцевую. Показываю. Прикормочка у меня сегодня. Вот такая была светлая. Я ее вот таким траппером черной краской затемнил. Это был у нас Фидер Спорт. РС и Лещ. Кинул туда перловка. Вот такая она в желтой панировке. Взял я две жмени. Тоже сюда кинул. Главное, чтобы утром не было дождя. Выплавим. Все, попробуем. Но если будет дождь, попробую хоть на поплавочку. Может здесь вот для этого Фидера втыкнусь. Товарищ будет ловить на плэт. Ну, а я постараюсь как-нибудь с поплавком туда забраться. Посмотрим. Вечером пока что еще ждем. Возможно, рядом стоит машина и возможно он уедет. Тогда станем на его место. Но если не уедет, тогда уже как-то вот так ждем утра. Мысленно я уже готовился, как утром через эти корчи буду тянуть свой баркас. Как внезапно Фортуна улыбнулась нам. Освобождается возле нас местечко. Так что ночная рыбалка впереди. Берем фидеры. 22.06. Вот так вот бывает, когда выезжаешь на вечернюю рыбалку, думаешь, вечерком половлю, потом ночью, ну и на утро. В итоге вечерок у нас пролетел, не могли найти места. Ну и то радует. В 10 часов наконец-то разложились, закормились, забросились. Посмотрим сейчас, что будет. Половим до часа, до двух. Ну там, думаю, до часов пяти поспать. И если не будет дождя, качаю лодку, выплываю в камыш. Тихо ты, рогатка моя, сейчас выхожу. Стой. Держи. Благодарю. Опа. Ну что, друзья. Первая рыбешка пришла к нам, пожаловала. Ждали около часа, наверное, ее. И вот, наконец-то, дождались. Вот такой вот красивый лещ пришел к нам на огонек. Ну что ж, ловим дальше, посмотрим, что там еще придет. Опа, зооо, зоо, ребята. Вот это конь. Подержи, пацан. Вот так подтягивай его, подтягивай. Вот это красавец. Это бонус. Ребята, я вам сейчас покажу этого коня. Вы просто офигеете. Смотрите. Я не знаю сколько он. Как я, друзья, говорил, у меня здесь перловка специальной такой штукенции. Я ее забиваю в кормушку вместе с магазиной прикормкой. И насыпал сюда еще опарыша. И вот пришел такой крекен. Походу, это дело реально помогает. До этого я еще за эту неделю, да какую за этом сезоне таких рыбинь не ловил. Но потом взвесим, посмотрим, сколько он весит. Ну, походу, эта чудодейственная перловка творит чудеса. Народ, сейчас кимарнули. Прихожу, у меня фидор вроде издает признаки жизни. Дема, какая-то детка еще повисла. Есть родина. Не знаю, сколько он тут сидел. Мы час пошли, поспали. И вот через час выхожу, думаю, дай пойду посмотрю, как там фидор мой. Прихожу, а он шевелится. Сейчас вам покажу. Вот такая вот рыбешка под лещ такой шикарный. Отлично. Ну что, продолжаем ловить. Все, друзья, хоть и клюет, хоть и хочется леща половить, но баркас готов к отплытию. Лодка надута, погода позволяет, как я и говорил, что если будет погода, мы поплывем. Так что, вперед из песни. Ну что, друзья, отчаливаем. Остается наше рыболовное место. А, апацак! Ладно, как говорится, не будем возвращаться, а крупную рыбу мы будем брать голыми руками. Ну, или новыми перчатками. Сейчас плаваем вот туда, посмотрим, когда-то там еленя ловил, ну, а потом рванем туда и определимся, что нам делать дальше. по времени у нас 5.54, 6 утра. Ну что, плывем? Играет музыка. что мы на месте вот здесь где начинается этот тростник и заканчивается камыш я ловил линя но сейчас здесь какое-то болото елы-палы вот сюда я забрасывал ну походу здесь не очень хорошо да смотрите сколько зелья забилось вот сюда вот я бросал каких-то кувшинок травы и здесь в воде уже кувшинки место оказалось заросшим поплыли в другое срочно надо что-то искать и начинать ловить а вот выплываем в такой вот заливчик сейчас попробуем доплыть до края камыша вот сюда ну что вот такое местечко закормился я глубина в пределах метр восемьдесят два метра знаю что здесь есть линь будем пробовать посмотрим также здесь полно мелкой красноперки которые будут нам это дело мешать посидим часик если он себя не проявит поплывем дальше постоял я тут половил и плывем дальше на моторах приплыли щуку гоняют народу тьма не наше место едем дальше ну посмотрим что здесь будет недалеко от напарника он там ловит на флэт ночью у него что-то вообще глушняк если у меня поклевывали кракены то у него вообще и вот только сейчас утром что-то у него стало проклевываться посмотрим что здесь в этих камышах посидим часок ух нифигасе какие пузыри воды поплавка всплыли ё-моё только что и буквально в пяти сантиметрах от поплавка такие пузыри ну посмотрим посмотрим мне это нравится что я ничего не понимаю то у меня вода поплавка как вулкан какой-то опять пузыри валят ничего не клюет пучок опарыша и тишина ё-моё травина была на крючке блин вот из-за этого и не клювало вот такие пузыри вначале штук десять таких пузырей возле поплавка буквально пять сантиметров всплыло потом еще пузырей штук десять возле поплавка а сейчас думаю дай проверю почему не клюет вытягиваю а там гнилой камыш на крючке неужели мой крючок был спрятан с опарышами под этим гнилым камышом рыба не видела но у меня процентов 99 что это были я закормился прошло наверно минут десять-пятнадцать после двух закормился и вот погнали эти пузыри ё-моё же всего колботит интересно водку шатает ветер блин надо якориться все-таки палками вот так вот по бокам два грузика и нет как на карусели сижу ну ждем смотрим смотрим сделал поменьше глубину потому что второй раз застал опять пучок в траве был посмотрим мне кажется это сто процентов лень был пузыри пускал жалко глубина была большая было поменьше глубина возможно бы уже бонус был ли не ходят грозовые тучи блин вот это мне не нравится хочется половить еще мне бы еще часик хотя бы я его здесь выманил поклевочка ушел под воду ушел поплавочек под воду держу ребята держу 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 как же быть вот это рыбину вот это рыбина вот это рыбина твою ж мать смотрите не могу вообще ни туда ни сюда это люди это гигант там килограмма два точно я не могу с ним еще сделать твою мать твою дивизию давай родим у меня руки трясутся стоять 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 пошел пошел кто пошел вот это конь как же тебя подвести сюда поднимайся ах ты елы полы я не знаю что с ним делать пошел вообще ой блин куда он пошел тихо 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 куда нет как же тебя поднять давай давай в садок не могу попасть не могу попасть я его взял я сделал это смотрите на этого ребята вот это конь я не знаю сегодня день монстров слышишь сколько он весит крючок повезло выдержал и смотрите вот это конь я же говорил пузыри шли это он был сейчас немножко отдышусь я цеплять буду прикормку которую ловил ночью леща черную не показал вам утром выплывал спешил вот она у меня и осталась на которой ловил добавил творога и вот этого вот перловки с этой штукенцией и так катал шары закармливал попозже расскажу потом как сделать эту перловку возможно мне просто повезло а возможно не может так вести чтобы споймал и самого большого леща в этом сезоне пару еще таких хороших подлещиков плюс линя рекордсмена хотя не знаю может я это заслужил ну что время вышло всего одна поклевка но она того стоила возвращаемся на берег вот в принципе и все на сегодня две ночные рыбалочки пролетели будем по ним конечно скучать но скоро очередные рыболовные приключения ну а теперь предлагаю посмотреть что нам удалось поймать на второй день рыболовных приключений Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот рыбешки сегодня пожаловали. Линь такой же, как и вот эти лещи. Да, конечно, я не думал, что линь будет такого размера. Еще одну. Опа. Ну что, давайте померяем. Сколько длиной линь от хвоста до головы. Ровно 40 сантиметров. Заметьте, меряем вот отсюда. Не отсюда, а вот отсюда меряется. Олечь тоже 40. А вот этот тоже 40. Ну вот и все, друзья. Вот такие у нас были сегодня рыболовные приключения. Два дня пролетело. Ну, это только начало. Впереди нас ждут еще интереснее рыболовные приключения. Там будет еще круче. Море позитива. Море положительных эмоций. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Кому понравилось видео, можете бахнуть лайк. И помните, с каналом рыболовные приключения у вас всегда будет все клево. Пока-пока. Пока. Друзья мои, села у меня видеокамера. В следующем видео я выложу, как я готовил вот эту вот именно перловку, на которую сегодня ловил рыбу, которую добавлял в прикормку. И, кстати, ледевое место прикармливал, я добавлял тоже ее. Так что, кому интересно, буквально на днях выйдет видео, рецепт вот этой уловистой перловки. Пока-пока.